Добрый вечер! Это информационно-аналитическое шоу «Смотрите сами», где мы говорим и показываем про наиболее интересные и значимые события жизни университета, науки, образования, общественной среды за прошедшую неделю. Вот и сегодня будет много интересного. Смотрите сами. Но начнем мы с печальных новостей, которые приходили в минувшие дни, увы, с пугающей чистотой. 1 апреля в далекой Америке ушел из жизни великий русский поэт 20 века Евгений Евтушенко. Поэт, впервые сформулировавший то, что казалось очевидным, но никто до него этого не произнес. У нас поэт в России больше, чем поэт. И сам Евтушенко был для России больше, чем поэтом. Это дело не только в его разносторонних талантах, но и в той миссии, что исполнял он, его поэзия, в далеко не простые годы. Он запомнится каждым своим шагом, ибо каждый его шаг был прорывом. Он запомнится Казани, как человек, восславивший Казанский университет и заложивший в поэму Казанский университет мысли, что озвучивал громогласно на стадионах. А он один в стране из поэтов собирал стадионы. Вот послушайте. Спасибо стены города Казани за то, что вы мне столько рассказали. Мне вновь планита оказала милость, и вновь, даря свой выстраданный свет, как в братской ГЭС, Россия мне раскрылась в тебе, Казанский университет. «Фантазия моя весьма слаба. Я верю только фактам. Я не мистик. История России есть борьба с свободной мысли, с удушением мысли. История не в тезаименитствах, а в скрытых соках матери земли. И сколько ни рождалось бы магнитских, в России лобачевские росли». Евтушенко и прощался с Казанью в апреле. «Апрель в Казани. Ледоход на Волге. Жизнь продолжает вечную игру. И девочка с лицом на родоволке прощается со мною на углу». Его стихи, его произведения в наше время очередного вселенского ледохода вновь и вновь становятся актуальными и приобретают новое звучание. Как это и бывает у классиков. Его лирика и вовсе всегда была и остается, одно и останется, одно из трогательных и щемяющих душу в русской поэзии второй половины XX в начале XXI веков. В своем душераздирающем стихотворении «Идут белые снеги» Евтушенко писал. «Идут белые снеги, и я тоже уйду, не печалюсь о смерти, и бессмерти не жду. Я не верую в чудо, я ни снег, ни звезда, и я больше не буду. Никогда. Никогда». На утро 2 апреля, на следующее утро после ухода Евтушенко, в Казань неожиданно пошел густой снег. Город прощался со своим любимым поэтом. Наши корреспонденты встретились с главным хранителем истории Казанского федерального университета Стеллой Владимировной Писаревой и узнали у нее некоторые подробности из истории создания поэмы «Казанский университет» и о ее впечатлениях от встреч с Евгением Евтушенко. Некоторые его стихи, вот даже не старалась учить, но запомнила навсегда вот это его стихотворение, которое он написал в начале 60-х годов. «Умирают в России страхи, словно призраки прежних лет, лишь на паперте, как старухи кое-где еще просят на хлеб. Я их помню во власти и силе, при дворе торжествующей лжи. Страхи всюду за нами ходили, проникали во все этажи, постепенно людей приручали и на все налагали печать. Где молчать бы, кричать заставляли, и молчать, где бы надо кричать. Это стало сегодня далеким, даже страшно вспомнить теперь тайный страх перед чьим-то доносом или страх перед стуком в дверь. Ну а страх говорит с иностранцем. С иностранцем-то что, а с женой? И страх беспредельный, вот эти слова, остаться после маршей с одной тишиной. Это вообще потрясающее стихотворение, которое было написано, ну, наверное, вскоре после смерти Сталина, где-то в начале 60-х уже годов. Меня потрясло просто при стихотворении. И многие стихи мне очень дороги, очень близки. И поэтому его смерть, конечно, большое горе для меня лично. А что вот связывает Евтушенко с вами? В 1969 году он впервые приехал к нам в Казань. Я работала тогда в этом большом национальном музее. Он тогда назывался Государственный музей ТССР. Я там была заместителем директора по научно-исследовательской работе. Я с ним вела первую экскурсию, рассказывала им историю нашей республики. Тогда была очень большая экспозиция, начиная с древнейших времен и до 60-х годов 20-го столетия экспозиция отражала нашу историю. Он готовился к созданию этой поэмы «Казанский университет», потому интересовался всем, что касается истории республики. У меня даже сохранилась фотография, я ее принесла, где мы вдвоем с ним в Государственном музее. И с его автографом даже на обороте. Вот это первое, что мы встретили с ним. Ну и тогда же он мне подарил вот эту книгу «Дорогой Истерий Владимирович». Он написал «Обаятельной женщине» и так далее. Второй раз у нас встреча была в 70-м. Он приехал, он зашел в музей, он пригласил меня на встречу в Казанский университет, в актовый зал, послушать его поэму. Это было ровно через год. Я пришла, но попасть в актовый зал было совершенно невозможно. Я стояла в предактовом зале, но хорошо он громко говорил, микрофон говорил, читал он стихи великолепно, он всегда очень хорошо читал. Но это такое было, что пришлось где-то часа полтора-два выстоять в предактовом зале. Пройти в зал было невозможно. На подоконниках стояли, в проходах везде. Уйма была народу. Такое, наверное, было еще, но, может быть, тогда было меньше, когда здесь выступал в 1927-1928 годах. Дважды выступал Владимир Маяковский в актовом зале. Тогда тоже было, но студентов было меньше намного. А тут это было невозможно совершенно попасть, даже зайти в актовый зал, стоять там. Поэтому слушали мы. Переполнен был весь предактовый зал. Вот это была вторая встреча. Затем он приезжал сюда своей поэмой «Мама и нейтронная бомба». Это был 1981 год. Он приехал со своей женой. У него жена тогда была гражданка Великобритании, англичанка. Вот здесь она есть у меня. Это мы в моем кабинете сидим. Но вот я не нашла эту фотографию. Вот он в нашем музее. Это 1981 год. И кусочек у него жены. Ну, когда он бывал в Казани, он как-то заходил, всегда бывал в нашем музее. Но последняя встреча, это была в 2010 году. Он был в 2005 году избран почетным доктором Казанского университета. И вот в 2010 году он приехал, выступал здесь. Вот эта фотография, он идет в актовый зал, мы с ним. И вот когда он уходил, мы прощались уже. Это была такая последняя встреча. Мы прощались у колонн университета. Ну, приветы от него я очень часто получала. Иногда от Эдуарда Трискина, который с ним очень дружил. И встречался наш актер, наш певец знаменитый. И мой друг. В 2010 году это было. Он был на Грушинском фестивале. А у меня сын, известный Барт, и был участником и лауреатом многих Грушинских фестивалей. Он встретился там с Ертушенко. По-моему, это был 2010 год. После этой, наверное, встречи. А может быть, 2009. Я что-то забыла его спросить. Ну, он разговаривался с ним и просил маме передать привет. И мне было очень приятно, что вот сын мой познакомился с ним. Ну, это Грушинский фестиваль. Это такой знаменитый. Вы, наверное, слышали о нем, да? Да. Ну, а сын у меня восемь раз был лауреатом этого фестиваля. Такой Владимир Муравьев, если слышали такую фамилию. У него всегда такой стиль был, да? Это в редактовый зал. Он идет перед выступлением. Это наш первый проректор. Да, да. И мы вот здесь встретились с ним. Я вот смотрела. А потом, когда уходил, вращались уже на колонну. У него такой стиль интересный. У него постоянно какие-то яркие элементы в одежде были, да? То есть строгость, это не про него было, да, наверное? Да. Вот то, что я могу вам рассказать. Не знаю, вот я бы, конечно, была бы помоложе и лучше бы себя чувствовала. Может быть, поехала бы в Переделкино на похороны его. Потому что у меня среди поэтов, советских поэтов, очень много было друзей. Многие похоронены в Переделкино, кроме него, который будет там похоронен. Я бы, конечно, обязательно поехала бы на похороны. Но по состоянию здоровья, возраст не тот, что сейчас поехать не смогу. Вот так. А вот о поэме Казамской университеты вообще про что? Ну, а вы знаете, мы ее очень часто используем, эта поэма. У нас она часто звучит в исполнении актера. У нас был такой очень большой друг нашего музея, наш выпускник Юрий Благов, который работал в Качаловском театре, директором музея и истории театра. И он очень часто, по всем случаям, о чем бы мы ни говорили, на какие вечера вы памяти не проводили, как-то всегда звучала поэма «Казанский университет». «Вечер памяти Толстого» мы читали главу о Толстом. «Вечер памяти Лобачевского» мы читали главу о Лобачевском. Поэтому, конечно, поэму... Мы студенты ее. Я сейчас не знаю, уже давно как-то мы этим... Ну, уже несколько лет мы не проводим этих... Не было этих вечеров после смерти Юры Благова. И редко она звучит, но мы ее любим, эту поэму. Почему Кавлов чтит Евтушенко не только как поэта, а вот за что его еще уважают здесь, любят? Я думаю, что его уважают за то, что он настоящий, очень честный гражданин. Он никогда не боялся писать о том, что он думает, раскрывает свои взгляды, свои идеи, свои мысли. И то, что он был очень смелый человек, это безусловно. Ему не раз попадало. Был он и в Апале одно время. Но он сумел выйти победителем во всем. Мне кажется, такого поэта... Ну, я не знаю. Я, конечно, Вазьесенскую, Беллу Ахмадулину с удовольствием читаю их стихи. Но ближе всего просто подушевнее Евтушенко. 2 апреля принес еще одну страшную весть из Санкт-Петербурга, где террорист-смертник подорвал мощное взрывное устройство в вагоне метро. Среди безвина погибших большинство оказалось совсем молодых людей, в том числе и студентов питерских вузов. В знак солидарности с городом в память о жертвах теракта 3 апреля решением ректора Решата Гафурова в КФУ был объявлен траур. 3 апреля в Москве под председательством министра образования и науки России Ольги Юрьевны Васильевой ответственные чиновники и представители образования и науки обсудили актуальные вопросы развития отрасли, а также планы работы Миноборнауки на текущий год. Во встрече принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Главной темой обсуждения стала стратегия развития основных направлений деятельности министерства, однако большое внимание уделили и итогам прошедшего отчетного периода. Так, по словам главы Миноборнауки, за последние пять лет в России значительно поднялся уровень научных исследований. С одной стороны, присутствует значительный рост финансирования отрасли. Сегодня эти цели выделяются до 1,15% от ВВП. Причем основной рост произошел за счет инвестиций из реального сектора экономики. Кроме того, министра отметила тенденцию к омоложению научных кадров. Доля ученых до 39 лет в российской науке выросла до 43%, увеличившись на 5,5 тысяч человек с 2014 года. С другой стороны, увеличивается и активность российских ученых. Доля их публикаций в научных журналах достигла 2,41% в 2016 году, сообщил глава министерства. К примеру, только ученые Казанского федерального университета по данным на январь 2017 года опубликовали более 11 тысяч работ в научных изданиях, индексируемых различными базами данных, в том числе 1351 публикация в Apple Science для сравнения на январь 2016 года, их было только 850, а в Scopus – 2388, а в январе 2016 года – 1827. При этом рост количества публикаций, индексируемых в Apple Science в 2016 году, по сравнению с 2015 годом, составляет 59%, а в Scopus – почти 31%. Российская наука становится более заметной. Это является гарантом того, что Россия сможет вновь занять достойное место на новых рынках высоких технологий. И мы это делаем, сказала Ольга Юрьевна. 5 апреля ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров встретился с руководством Магдебургского университета имени Отто фон Геррики для торжественного подписания соглашения о сотрудничестве, а также обсуждения совместных интересов двух вузов. Встреча прошла при участии представителей ключевых подразделений КФУ, в сотрудничестве с которыми наиболее заинтересована немецкая сторона. Директоров Института фундаментальной медицины и биологии, Института физики, Набежда Челнинского и Инженерного институтов, а также Института международных отношений истории и востоковедения. Магдебургский университет представил ректор, профессор Реонс Штакельян, а также специалисты по международному сотрудничеству и научному обмену. Надо сказать, что накануне гости много колесили по институтам КФУ, и это в значительной мере помогло конкретизировать направление дальнейшего сотрудничества. 5 апреля Казанский федеральный университет посетила делегация Магдебургского университета имени Отефон Герике. Основной целью визита стало дальнейшее сотрудничество двух вузов. Мы сегодня приближаемся к модели университета, так называемой 3.0, когда мы не только занимаемся подготовкой специалистов для тех или иных отраслей, не только проводим в этих направлениях исследования, но и создаем собственные площадки для трансферотехнологий. В частности, я знаю, что этот элемент у вас тоже присутствует. У нас имеются площадки для клинических исследований, для Института фундаментальной медицины и биологии. Имеется собственная клиника. Мы сегодня реализуем проект по созданию опытного производства по фармсубстанциям. Накопленный опыт взаимодействия Казанского университета с немецкими вузами в научно-образовательной сфере послужит основой для решения поставленных перед университетом задач. Так, например, основными направлениями в сотрудничестве с Магдебургским университетом является развитие научного, инновационного и кадрового потенциала университета. За счет участия в крупных совместных научно-исследовательских и научно-технологических проектах. Разработка совместных образовательных курсов, в том числе дистанционных, а также создание стивых образовательных программ. И, несомненно, приглашение ведущих ученых из немецких вузов для ведения преподавательской деятельности в КФУ. После завершения переговоров Ильшатом Гафуровым и ректором Магдебургского университета Янсен Стракильян было подписано соглашение, которое даст старт дальнейшим отношениям двух вузов. И еще об одном событии из жизни математической школы страны, которая собралась в эти дни в КФУ на 11-ю международную конференцию «Параллельные вычислительные технологии». Это ежегодная конференция, посвященная развитию и применению параллельных вычислительных технологий в различных областях науки и техники. Серия этих конференций является самой большой площадкой для научного обмена и обсуждения прорывных идей в области суперкомпьютерных технологий. Масштаб мероприятия действительно велик и полностью оправдывает ожидания КФУ. К слову, в первый день конференции, по аналогии с мировым топ-500 самых производительных вычислительных машин, была объявлена 26-я редакция списка топ-50 самых мощных компьютеров СНГ. В Казанском федеральном стартовала международная научная конференция «Параллельные вычислительные технологии-2017». Она проводится уже в 11-й раз, но Казань впервые стала местом проведения конференции. Это связано с большой работой, которую проводил университет, и в частности, Институт вычислительной математики и информационных технологий. Мы боролись за это право и в конкурентной борьбе победили. И рады принимать данную конференцию в стенах нашего ВУЗа. В конференции принимают участие ведущие специалисты в области высокопроизводительных вычислений параллельных технологий. А также представители IT-компаний. В числе спикеров и член-корреспондент Академии наук Российской Федерации Владимир Воеводин. Компьютерная область настолько динамична, что делать конференции, иногда делают формат раз в два года. Это абсолютно нереально. Здесь все меняется и меняется каждый месяц. Нужно быть постоянно в тренде, нужно понимать, что делают соседи, что делают коллеги, что делают конкуренты. Нужно понимать, как двигаться вперед. Конференция посвящена развитию и применению параллельных вычислительных технологий в различных областях науки и техники. Двери конференции открыты также для студентов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей. Все дни конференции будет действовать суперкомпьютерная выставка, на которой ведущие производители аппаратного и программного обеспечения представят свои новейшие разработки в области высокопроизводительных вычислений. От 7 апреля Казанский федеральный университет посетил вице-премьер России Александр Хлопонин. Очень продуктивный был визит. А как это было, смотрите сами. 7 апреля состоялась встреча с вице-премьером Российской Федерации в рамках его рабочего визита в Казань. Поводом для посещения столицы стало заседание коллегии Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Но прежде было принято решение посетить Казанский федеральный университет. Ильшат Гафуров лично встретил гостя и рассказал ему о том, какой путь прошел КФУ для достижения поставленных целей. Музей истории университета возле стенда, который показывает динамику развития вуза, ректор КФУ пояснил, с чего все начиналось в 2010 году. О том, что такое федеральный университет, Александр Хлопонин знает не понаслышке. Зампредседатель правительства России объяснил, что сам стоял у истоков первой из них и понимает всю сложность концентрации столь большого количества направлений в рамках одного учебного заведения. Тему развития технологий и их влияние на человека и экологию продолжили уже на встрече с студентами. Это и стало одной из главных причин визита в университет. Вопросы были самые разные, но в большинстве своем оказались именно профильными. Это не случайно, ведь в зале собрались учащиеся экологического и биологического направлений. Студенты поинтересовались запланированными стипендиальными программами, но особый интерес вызвал вопрос строительства в Казани мусоросжигательного завода. Ответ был однозначным – строительство завода и экологической обстановки не повредит. Встреча с вице-премьером была короткой – всего 40 минут. Однако Александр Хлопонин остался доволен уровнем подготовки студентов, задававших по-настоящему интересные вопросы. А сейчас в нашем информационном шоу – традиционный обзор из шоурума. Здесь состоялось сразу два весьма интересных ток-шоу. Одно прошло в рамках Всероссийского форума «Время кино» и представляло собой битву двух мнений по вопросу, какое кино нужно зрителям. Так называемое авторское, фестивальное или массовое, кассовое, развлекательное. Почему кинобаттл прошел у нас? А потому что впервые у строителей форума открыли на площадке Казанского федерального университета школу киноведческой журналистики, кинокритики, дефицит которой стал на российском рынке критическим. Смотрите сами. Последний день Всероссийского фестиваля «Время кино» завершился кинобаттлом в формате ток-шоу в высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ. В дискуссии приняли участие киноведы, продюсеры и кинокритики. На протяжении трех дней они проводили лекции и мастер-классы для заинтересованных киностудентов. И в завершение собрались, чтобы вместе ответить на главный вопрос. Какое же кино нужно зрителю сегодня? Прежде всего вдохновение. Кино должно давать вдохновение зрителю. Кино должно объединять наше общество, объединять семью, улицу, двор, город, страну. И если кино это удается сделать, то это его основная сверхзадача, миссия. По мнению Алексея Петрукина, продюсера кинокомпании «Русская фильм-группа» кино должно образовывать и меньше развлекать. Позицию защитника массового кино, главной целью которого считается именно развлечение, заняла Вероника Скорихина, кинообозреватель телеканала «Россия-1». А киновед Евгений Майзель вообще выразил мысль о неделимости кино. Каждая картина должна иметь право быть снятой, показанной и оцененной, считает кинокритик. Я думаю, что реальность этот вопрос уже решила. Зрители существуют самые разные. К счастью, никто не принуждает никого смотреть то, что ему не хочется. Ну, как правило, если только это непрофессиональная обязанность. Поэтому и кино существует разное. В конце концов, все сошлись в одном мнении. Зрителю нужно разное кино. И он сам вправе решать, что смотреть сегодня вечером. А в пятницу о судьбах студенческих средств массовой информации рассуждали студенты из этих самых средств массовой информации, что съехались в Казанский федеральный университет из 20 федеральных вузов со всех концов России. Ток-шоу прошло в рамках 10-й студенческой конференции «Точка зрения», где в этот раз медиатема стала главенствующей. В высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального студенты со всей России обсудили тему студенческих СМИ. Все это прошло в рамках 10-й ежегодной студенческой конференции «Точка зрения». На ток-шоу обсудили главный вопрос – студенческие СМИ, дилетанты или все же профессионалы? И достаточно ли будет базовых знаний, навыков, полученных в студенческих медиа для работы в профессиональных изданиях? Здесь прозвучала мысль, по-моему, очень опасная. Про то, что журналист, который работает в студенческом СМИ, у него есть такая скидка, он имеет право ошибиться. Журналист студенческого СМИ или не студенческого СМИ, он не имеет права ошибаться. И вот с этим, что «Ой, я же могу ошибиться, ничего страшного, вы во взрослую редакцию не придете». Среди спикеров, экспертов и участников беседы состоялась оживленная дискуссия. Этим и было интересное мероприятие. Каждый озвучивал свое мнение, приводил конкретные примеры и давал полезные советы. Не надо обольщаться, не надо думать, что если вы на студенческой площадке, студенческом СМИ что-то будете делать, и вот это автоматом вас приведет к профессионализму. Всегда надо соприкасаться с большими редакциями. Это стопроцентно, потому что это другая обстановка, это другие требования. Все согласились с тем, что студенческие СМИ – это некая площадка для старта в мир профессиональных журналистов. Студенческие СМИ должны быть нацелены на то, чтобы юные журналисты развивались, учились брать ответственность за написанные тексты и слова. «Журналистами становится, это как трава сквозь асфальт. Вас на самом деле мало где ждут. Если вас где-то ждут в редакциях, то ждут для того, чтобы быстренько поэксплуатировать. Если вы хотите куда-то пробиться, но вы должны прежде всего над собой хорошо, извините за пошлость, над собой каждодневно просто работать. Вы должны больше читать, чем писать. Вы должны больше смотреть, чем снимать». Без внимания не остались и сами студенты. Каждый из них мог задать интересующий вопрос. Согласиться или опровергнуть мнение спикера и привести свои доводы и аргументы. «Я считаю, что нельзя говорить о том, что студенческие СМИ – это только детский сад. Это, возможно, тот детский сад, из которого потом вырастут большие профессионалы». Студенческая медиа – это платформа для воплощения идей и задумок, а также для поиска самого себя. Пройдя такую школу жизни, студент, попадая в профессиональные СМИ, чувствует себя гораздо увереннее. «Мы все должны понимать, что как только у студента, который пишет что-то в студенческой медиа, появится возможность, он тут же уйдет. Вот если мне завтра скажут, уходи из-за вышки, мы заведем тебя в комиссант, я пойду в комиссант». Студенческая СМИ – это площадка, которая позволяет тебе развиваться. Ты каждый день пишешь, ты каждый день что-то снимаешь, думаешь, вообще живешь в этом, говоришь, что у тебя есть представление о том, как работать в настоящей редакции. Это опыт и знакомство. Работая в студенческих медиа, можно получить полезный опыт, который обязательно пригодится в будущем. Окунуться в мир журналистики и решить для себя, стоит ли посвятить этому делу всю свою жизнь. Ведь чтобы стать настоящим профессионалом, нужно быть преданным своему делу. 7 апреля в Императорском зале Казанского федерального университета торжественно отметили 125-летие одного из самых известных наших земляков – студента Казанского императорского университета Александра Панинтова, изобретателя первого в мире видеомагнитофона, создателя крупнейшей компании «Ампекс», открывшей прорывные решения для мира телевидения. Событие одинаково важное и для тех, кто занят профессионально телепроизводством, и для физиков, коим пример понятого, пример его успеха в очень непростой и полной приключении жизни весьма важен и интересен. В наших прошлых программах мы уже много говорили об этой удивительной личности, о том, что, увы, не очень бережно город хранит его имя и память о нем. И лишь Казанский федеральный университет остается хранителем огромного массива памяти об одном из величайших наших земляков. Чуть больше 60 лет назад американская компания «Ампекс» продемонстрировала первый в истории видеомагнитофон. Его изобретателем и основателем записывающей корпорации был русский эмигрант Александр Понятов. Он родился 25 марта 1892 года в селе Русское Айша, неподалеку от Казани. После училища Александр поступил на физико-математический факультет Казанского императорского университета. И со дня рождения великого инженера прошло 125 лет. В честь этого события в императорском зале КФУ состоялась встреча памяти. Открыл вечер первый проректор КФУ Рияс Минзарипов. Действительно, Александр Ильич, это тот человек, которым мы должны гордиться, потому что с него началось действительно видеоэры. Сегодняшняя, так сказать, информационная технология, без его открытия, это было бы ноль. Среди почетных гостей выступили доцент кафедры радиоэлектроники Института физики КФУ Юрий Гусев, почетный член правления Ассоциации музеев Татарстана Сэлла Писарева, директор высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский. О своем выдающемся родственнике рассказал Николай Комиссаров, мучатый племянник изобретателя. Всех, кто приходил к нему, всех русскоязычных он называл русскими и всем давал рабочее место у себя в Америке, хотя у него 20 тысяч в компании его трудилось и более 30 филиалов было. Он русский был по духу и, например, у него, где бы в какой стране не ходил с офиса, он сажал всегда две березки. Также гостям вечера показали фильм «Русский триумф на чужбине», рассказывающий о жизненных перепитиях Александра Матвеевича. По словам коллег, друзей и родственников, основатель «Ампакс» отличался целеустремленностью, фантастической работоспособностью, а также удивительной скромностью. И в завершении нашей программы вновь хочу вернуться к печальной вести о ходе из жизни Евгения Евтушенко, человека, жившего по принципу «поэт в России больше, чем поэт», любившего и воспевшего Казанский университет. Вместо традиционной музыки давайте вспомним сегодня поэта и его «Белые снеги». Идут белые снеги, как по нитке скользя. Жить и жить бы на свете, да, наверное, нельзя. Чьи-то души бесследно исчезая вдали, словно белые снеги, Идут в небо с земли, идут белые снеги, и я тоже уйду. Не печалюсь о смерти и бессмерти не жду. Я не верую в чудо, я не снег, не звезда, И я больше не буду никогда, никогда. И я думаю, грешный, но о кем же я был, Что я в жизни поспешный, больше жизнь любил. Олюбил я Россию, всею кровью, хребтом, Ее реки вразлили, и когда подо льдом Дух ее пяти стенок, дух ее сосняков, Ее Пушкина, стенку и ее стариков. Если было не сладко, я не шибко тужил. Пусть я прожил негладко, для России я жил. И надеждою маюсь, полный тайных тревог, Что хоть малую малость я России помог. Пусть она позабудет про меня без труда, Только пусть она будет навсегда, навсегда. Идут белые снеги, как во все времена, Как при Пушкине стеки, и как после меня. Идут снеги большие, аж до боли светлые. И мои, и чужие заметат следы. Быть бессмертным не в силе, Но надежда моя, Если будет Россия, Значит, буду я. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон»